Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Представители правительства Западной Армении на международной выставке «Мать Божество» от Анаи до Мария. Соболезнования Армена Кабрамяна в связи с событиями в Ливане. Незаконы, проживающие в Арцахе азербайджанцы, целенаправленно разрушают дома армян. Мы обязательно вернемся домой и построим наш независимый и сильный Арцах. Это не за горами. Микаэл Каджиан. Сыны Западной Армении Чарли Папазян. Губернатор Армавира и посол Диконтини приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 109-й годовщине героической битвы при Мусадага. Туман и мороз ухудшили видимость в Бартагане и Карсии. Число жертв израильских бомбардировок Ливана возросло до 558 человек, среди них 50 детей. Представители правительства Западной Армении, президент страны Лидия Маркусиан, председатель Национального совета Армена Кабрамян, председатель Национального собрания Нелли Арутюням посетили Музей истории Армении. Визит совпал с международной выставкой «Мать-божество» от Анаи до Марям, организованным Министерством образования, науки, культуры и спорта Восточной Армении, посольством Восточной Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, посольством Соединенного Королевства в Армении. Их участие подчеркивает важность сохранения оценки армянской культуры и возвращения армянского наследия, акцентируя международное внимание на солидарность в этом вопросе. Богиня Анаит имела особое значение для Западной Армении, считалась богиней благороди, материнства и любви, покровительницей сельского хозяйства и благополучия семьи. В древнеармянских регионах Западной Армении, особенно в районах Ерзенка и Арчеш, Анаит почиталась как неотъемлемая часть жизни и природы. Анаит – символ духовных корней и веры армянского народа. Для жителей Западной Армении она олицетворяет силу армянской женщины, святость, материнство и сохранение национальной идентичности. Образ Анаит считается воплощением армянских национальных ценностей, что делает Анаит объектом уважения и поклонения на территориях Западной Армении. Президент Национального Совета Республики Западной Армении Армейна Кабрамян с тревогой следит за ситуацией в Ливане, выражая глубокие соболезнования пострадавшим от масштабных атак Израиля. Своей богатой историей и культурным наследием Ливан всегда занимал особое место в сердцах армянского народа. Заверяю вас, в столь трудный момент армянский народ рядом с ливанским народом. Желаем мира, стойкости и терпения. Напомним, массированные авиаудары израильской авиации, начавшиеся в понедельник утром, нанесли серьезный ущерб населенным пунктам на юге и востоке Ливана. Десятки деревень и регионов подверглись атакам. В результате мирные жители получили ранения. В то же время силы Хейсболы обстреливали север Израиля, что усугубило напряженность регионе. В социальных сетях Азербайджана распространилась информация, что некоторые незаконно проживающие азербайджанцы в оккупированном режиме Малиева Арцахи возвращаются в Баку. Многие из них используют армянские дома как источник дохода, повреждая или разрушая их с целью уничтожения армянского культурного следа. Правительство Азербайджана не может контролировать этот процесс. Азербайджанские пользователи социальных сетей жалуются на медленное перемещение местных жителей, утверждая, что азербайджанские солдаты погибли не для этого. Также известно, что в Арцахе возможны рейды и захваты домов. Этот процесс направлен на отрицание истории и культуры Арцаха, что международное сообщество должно осудить. В понтоне Яраблюр прошло символическое мероприятие. Установлен памятник памяти храбрым воинам, погибшим в арцахской освободительной войне. Об этом заявил арцахский журналист, писатель, отец двух погибших сыновей Микаэл Гаджан. Обратившись ко всем оставшимся в Арцахе парням, заверил, мы обязательно вернемся, встанем на защиту родной земли, могил и культурных ценностей Арцаха. Сыны нашего армянского народа, мы с вами. Возвращение это не мечта, это цель, которая обязательно будет достигнута. Независимо от нашей партийной принадлежности, мы должны объединиться и осуществить нашу главную задачу – освобождение Арцаха и достойное возвращение. Единство – это путь к независимому и сильному Арцаху, возрождение которого не за горами. Сыны Западной Армении Чарли Папазян. Чарли Папазян – отец американского домашнего пивоварения и по сей день очень важен для людей, занимающихся изготовлением пива в домашних условиях и для пивоваренной отрасли в целом. Джейми Барло – пивовар. Чарли Папазян – автор книги «Радости домашнего пивоварения», которая пробудила в США интерес к сваренному дома пиву и в конечном итоге привела к революции в области производства пива. Папазян вырос в Нью-Джерси. Он позже переехал в Колорадо, где и занялся домашним пивоварением. Именно там написал свою знаменитую книгу. Впервые опубликованная в 1984 году книга пережила несколько изданий. Ее влияние проявилось спустя пару десятилетий, когда изготовители крафтового пива, многие из которых начинали с маленьких пивоварен, в собственных гаражах стали выходить на коммерческий рынок, следуя инструкциям Папазяна. Сегодня крафтовые пивоварни полностью изменили американскую пивоваренную промышленность. Многие из них появились на свет благодаря Папазяну и его труду. Став источником вдохновения для миллионов людей, Папазян также учредил Американскую ассоциацию домашнего пивоварения и стал сооснователем крупнейшего в США пивного праздника Большой американский пивной фестиваль. Губернатор Армавистской области Давид Худатян, чрезвычайный и полномочный посол Франции, Восточной Армении Оливье Декантини, руководители общин и гости посетили мемориальный комплекс героической битвы при Мусадаге, приняв участие в торжественном мероприятии, посвященном 109-летию героической битвы при Мусадаге. Традиционный праздник ежегодно отмечается в 3 воскресенье сентября. С традиционной Арисой песнями и танцами праздник объединил жителей Мусалера и гостей, посетивших общину Паракар. Губернатор и присутствующие отведывали одну из символов дня – традиционную Арису, которую готовят в ночь накануне праздника. В Ордогане и Карсе густой туман резко снизил видимость. Лютый ночной холод в центре Ордогана наутро сменился густым туманом, который с особой плотностью распространился в окрестностях реки Кура и крепости Ордоган. Паутины покрылись каплями, и весь город был окутан белым туманом. В городе Сари-Камыш Карса также господствовал туман. Растения покрылись белым инем. После двухдневных проливных дождей ночью температура в Карсе упала до минус 6 градусов. Число погибших в результате израильских авиаударов по населенным пунктам на юге и востоке Ливана достигло 558 человек. Об этом журналистам сообщил министр завоохранения при временном правительстве Ливана Ферас Абьят. Ранее стало известно о 492 погибших и 1645 раненых. Число погибших в результате израильских авиаударов в различных районах Ливана достигло 558, в том числе 50 детей и 94 женщины, отметил Абьят. Отметим, в результате израильских авиаударов по Ливану 23 сентября погибли 492 человека. Как отмечает Эгардиан, с конца гражданской войны 1975-1990 годов это самое большое количество жертв за день. Израиль заявляет, что в ходе обострения конфликта Хезболы уничтожил 1300 целей. Десятки тысяч людей покинули свои дома. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!